сегодня 6 сентября 18 года четверг вот виталий выгнал коров от ава это вот столбу поля идет дальше там какой-то стоит прибор копнитель или кто это горох барабаша там он где-то за столбом овечки там еще чернеются это вот озеро как раз тимаковский пруд его костровым назвали надо проверить как ну и вот я в каком месте находится это вот наша бывший лагерь теперь музей на который покушается изверги уничтожить его 45 лет уничтожали он состоит всякие были людоеды кто-то в петлю залез кого-то где-то убили а лагерь стоит виталий ты куда пошел то иди сюда это я с рыбалки еду гальяна разбросил океан свой гальяна моря называет тебя я уже два раза объяснял где удобно пасти и батюшка сегодня объяснял объясни где он говорил пасти где-то там где именно что мне бы не знаю его как ты будешь знать если ты не был ни разу но он сказал вот в ту сторону идти вот смотри вон там видно тебе деревьев на той стороне вот прямо куда показываю не вот эти маленькие березки а вон там дальше роща так это роща а вот это ряб отдельно там лесополоса ну видно что лесополоса реденько так идет но она спускается в лог в которой ты проводил через камыши выпаси там он то где-то роща идет там не не особо такое пастбище вот тот лог основной запомни его название основной и он где он идут лесополоса 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 там идут это все упирается в этот лог дальше лога не идут там их территория кончается тебе понятно между ними полях вот почитаю раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двенадцать лесополос вот это видишь себе нет ну да из того из тополя это основной лог залог туда не гонять там желтая то пшеница может быть ячмень не не знаю тебе видно вот это да ну да так а вот этот ложок который перед гороховым куда ходили называется масаловский масалов фамилия жил на углу здесь самый крайний я у него под паском был он был пастух а я под пасток конечно под пасток получает меньше но бегает больше а вот это вот столбы то и идут это наша электроэнергия искорчена столба столбы воздушка вот она где идет мимо нас идет поворачивается тут так и теперь вот где большой тот лог основной лог и где масаловский так на той стороне когда перегонишь масаловский гони туда где они между собой соприкасаются понятно где тут тут тупик правда две линии перпендикулярные тебе уже никогда не сообразить что такое ну тот лог прямой в него упираются лесополосы это понял масаловский в них перпендикулярно упираются так вот тут с той стороны уголок то вот этот вот и дальше туда это как раз клеверное поле его отсюда не видно да и найти ну видно его хорошо очень даже и коровы пасутся видно его и видно там ну как видно то поле то это же не изба то есть поверхность его видать там там ты увидишь борсующий норм я там зелени нигде не вижу где-то но как ты увидишь когда ты на расстоянии на расстоянии двух километров находишься ты не увидишь это надо на вертолете быть вот туда и гони батюшка же тебе сказал я два раза ты все равно стоишь на одном месте ты не думаешь даже гнать туда я их погнал они уперлись в этот это никогда не украл пруд уперлись постояли и вот сюда но они не уперлись они напились если то дальше ты пастух ты зачем они стоят такие слов коровам не говорят ты пастух ты гонишь куда хочешь они стоят я у нас тут был один николай там развалина одни крапива ничего не растет стоит семечки пощелкивает я горячу ты здесь но корова знает куда и пойти такое образование у него надо он все они туда я пошел туда туда защитно никуда далеко нет сейчас заворачиваю их и вон вот где первый столб 2 вон второй стол на него огонь и и тут перейдешь вот так вот гони не здесь гони а вот так вот они напились а их перегоняет там дорожки они по дорожке все туда идут и туда идти примерно ну напротив как тебе сказать вон где поле заворачиваться вот это вот ну туда примерно так вынести до того места вон где желтое поле начинается удачи может туда не идти по этой стороне по далековато далековато а мы-то гоняли в два раза дальше все с богом разворачивай гони ты пастух надо бегать пасти что молоко было не просто стоять а тут когда дождь будет тогда тут рядом будешь толочь ся он сегодня разговаривали я верю то пасти наш отец без руки без левой руки 10 детей пастух получает хорошо мы голодные не были а еще там премиальные за сохранение что гулялись разные то речки поднимаются в основном это батюшкин виталия сказал это я не люблю пасти я гляжу у тебя выражение на лице как нелюбимая твоя работа ну да ну разве можно так это же скотина молоко любишь до сливки до творог до сыр до масло до а корова не нужно а без коровы то как ее пасти надо тебе платят а ты-то с собой бери тут компьютеры хоть что играй завернул их они там потом клеверное поле бывшие а я наблюдаю за птицами появились скворцы стайками маленькими тогда были огромной как тучи летали когда не разворот делает аж темно делается на небе вот ему надо гнать туда сейчас вот он погонит а мы выросли на этих полях вот здесь вот здесь везде были суслики мы ловили суслика выливали капканами петлями ловили их не убывало никогда а у нее много голуби откуда-то прилетели откуда неизвестно дикие наверное дикие смысле лесные видите так вроде зовут вот он бишь бишь он длинным надо пасти он еще не может догнать и не оборониться я говорю ты палку держи бабадик называется не как у нас тут был один в корчину уехал почему пасешь доктор блок вода ну корова перешли какая вода меньше и колен сапоги надо снимать ну да а я не буду мы все на разве пастух так пасет он душу полагает завес своих городской житель привык 8 часов отработал двое суток в неделю отдыхает он ни о чем не будет не заботиться ты сейчас подожди остановись ты сейчас их заворачиваешь куда ты гонишь ты ты с той стороны гони ты с той стороны подгоняй я же показал на второй столб а ты их разворачиваешь наоборот другую сторону даже завернуть это не могут у меня тут был аркадий с санкт-петербурга был завернуть она по дороге идет он за ней следом идет она от него дальше и дальше идет шесть километров она не может еще понять а почему она не заворачивается куда заворачиваться на тебя ну ты беги и с той стороны гони архитектор в сообразительности городской житель проигрывает по всем статьям только вспомнишь льва толстого он говорит хочешь развратиться не научите развратиться поезжай в город вот и все этим пугали григорий ефимович распутин он говорит а бог ну бог если веришь в бог он опять пошел с той стороны ты с этой гони гони вот так туда с каждой стороны бегает он совсем не чувствует ни скотину не ветер тут же надо все учитывать куда она идет скотина видишь опять идет туда куда идет куда пошел их надо гнать здесь эй ты гони отсюда отсюда гони куда пошел то гони отсюда совершенно не не видит ни скотину ничего ну как так это вот она ему надо гнать на второй столб туда и дальше там через лог он их на одном месте крутит все тонну то есть объемного не мыслит а куда пойдут они так теленочек отстал его не видит он просто плетется лишь 2 отрезал дальше он не подгоняет их увидал да слава тебе господи нет не видит два теленка отстали все придут они не придут им это все равно они вернутся сейчас по полю будет ходить рядом то поле еще меня а разницы никакой нету корова же знает куда идти то есть корова намного умнее такого пастуха насколько каждый день учу ребятишки пасут как надо даже маленькие научили их они нормально знают лишь куда заворачивать интересно как он подгонять куда разворачивать уход дурной повернул их сюда вон они корову пошли пить опять он не чувствует их совершенно что отстали где-то идти надо глаза зажмурены бог лишает разума вот здесь вот любому понятно что вот их надо подогнать телят и надо гнать туда в сторону они пошли вправо он туда их турнул теперь он здесь побежит три теленка отстали ты этих то забери трое то у тебя отстали еще ты какой же ты пастух то пошел все вот не сказал бы все они будут болтаться по деревне ходить помешанные люди он корова другая пошла уже пить он и туда турнул он не может их даже гнать какой пастырь добрый полагает душу да какая душа то ее нету совсем в их представление а теперь оттуда ему не выигнать еще вот чем дело то они уже напились а и одна за другой идут он их не видит как страшно все таки быть без милости божией отец наш был пастух от бога ни один ягненок ни один теленок никогда не потеряется все выкормлены из бутылька свое будет поищу только встал на ноги одной рукой дождевик нести неудобно он в плащ положит ну дождевик брезентов это кто на лошадях и скажите нашим там что овечка объягнулась и это и вот и ягненка носит с собой до вечера подмышкой считай плащ одной рукой поддерживает вот это потихоньку надо гнать сейчас он и просто просто табуном гонит ясное дело что он выбегается и она не так но раз не так то и одно только услышишь да нафиг мне это нужно то есть фигом листом был прикрыт а данных вот куда посылают допустил до пруда второй раз им там делать опять брою бросил не да им только завернуть надо сейчас он мимо столбах прогнал я говорю ты прямо на стол под которым он подходит сейчас к столбу он их всех направо толкнул в другую сторону они знают куда идти пошли бы туда но не столкнул туда все теперь корова пошли туда коровы виновата он избегался только попросил бога милости дай мне глаза и уши еще он куда гонит совершенно я говорю второй столб видишь видишь он к первому подогната большая разница на расстоянии маленьком вот они зашли в лог а локота ты не нужен ему надо влево там другой лох соединяется который показал батюшка рассказал я приехал на поле и все бесполезно ну и заступается за него виталий ты убегай оттуда как никита ты убегай виталий то есть бесовщина бесовщина куда убегающего убегают но от элементов бегал бегал 300 тысяч на вентиле твой же сын задоволься надо платить вот теперь у него пошла скотина куда видно что совсем загнал их мимо столба промахнулся на 100 метров или на сколько тут 70 рядом прям были но расстояние одинаковое все равно не завернуть человеку не дано понять ничего вот и не туда же погонишь сегодня договорились а стоит батюшка ну давайте благословлю чтобы я решил пойдет нет не пойдет мы рядом с деревьев стоим и прямо вот возле этой дороги стоит а рядом вот она деревня вот это вот вторая улица была вот это вот это поля клёна тарасли возле домов деревня была рассчитана к 72 году на 700 человек нужно 72 выехал последний житель это умышленно умерщвление государства но на одних военных достижениях то далеко не уедешь сегодня в италии сидели беседовали он все не доволен ничего своего нету ничего нету это он я говорю ты совсем не патриот да это вот это я говорю ну слушай внимательно в чашку тебя что сейчас лапша лапшу где готовили в россии так молоко где было а вот мы покупаем здесь цельное молоко молоко чашку где готовили ложку где готовили стол клеенку стены кирпич я делал альсаманная но по порядку показываю все все абсолютно что у нас окружает где здесь а почему ты говоришь ничего нету как ничего нету ничего не создается но молоко то создавать надо нет вот он там гоняет их и на одном месте сейчас а там быть и схватились борются он бегает там бегать не надо он их гонит просто махом вот они бегают прыгают скачет как кони потихоньку найдет травы если постепенно направлять туда нет теперь он бегает их кучкует они не идут потому что им есть надо не понимает абсолютно и не чувствует так здесь ума много надо нисколько не надо даже скотина знает куда идти и вот за него сегодня все выступает 100 человек против меня а 200 за него за нее против него никого нету почему они такие же самые пешки вот она как говорится наелся на бок лег лежит брюхо свесил с дивана и кричит даешь магнитку вот они с той стороны теперь погнал в эту сторону перейдут или нет он прямо их не может гнать а а там дорожки если они по дорожке идут ему не надо гнать иди сзади семечки щелкай песни поймались вот только подошел за это время вот он уже с глаз скрывается вот так благослови его господи дай ума разума